Шахтер с камбэком и овертаймом прошел Монако и сыграет в групповом этапе Че. Донецкий шахтер стал участником группового этапа Лиги чемпионов. Во втором матче горняки совершили камбэк против Монако, проигрывая по ходу 0-2, вырвав необходимую ничью 2-2 уже в овертайме. Подробнее о матче в материале РБК Украина. Первый поединок между командами завершился минимальной победой шахтера 1-0. Но в Харькове Монегаски уже с первых минут побежали отыгрываться. И на 18-й минуте смогли общий счет по сумме двух матчей сравнять. А все. Началось с аута горняков на своей половине. Бодиашиль сыграл на опережение против Траоре, мяч попал к Бен Йодеру, а тот отпасовал на Фолланда, который с пределов штрафной пробивал поворотом. Пятов мяч отбил перед собой, а на добивание первым успел Бен Йодер и вколотил круглый в сетку. После гола игроки Монако обороты не сбавили. При этом шахтер никак не мог нащупать свою игру, выглядев достаточно инертно в атаке. И уже до конца первой половины французы забили второй гол. Сперва на 38-й минуте Дончан спасла штанга, после того, как Бодиашиль пробивал после подачи со штрафного. А уже на следующей минуте кипер Монако Нюбель запустил длинную передачу со своей половины поля. Мяч попал к Оливейре Силве, который прострелил вдоль на Бен Йодера. Тот легко оторвался от Матвиенко и пробивал уже в пустые ворота 0-2. Но мог шахтер уйти на перерыв с еще большим отставанием. Возле собственной штрафной наварил Витау, очень слабо, отпасовавший на пятого. Мяч подхватил неугомонный Бен Йодер и вышел на свидание с кипером Горенков, но перебросить мяч в сетку не смог. На второй тайм вместо Матвиенко у шахтера вышел Исмаиле. И сразу же через левый фланг Горенков начал создавать опасные ситуации. Одна из таких на 52-й минуте имела высокие шансы закончиться голым. Исмаиле на пару с Соломоном организовали атаку, последний оторвался от французских защитников и мог стрелять вдоль на партнеров, которым оставалось лишь попасть в пустые ворота. Но израильтянину выполнить передачу не вышло, мяч сорвался с ноги. Спустя еще пять минут центрбэк шахтере Марлон выиграл верховую борьбу после углового, но с убойной позиции не смог попасть в створ. А после вспомнил о контр-игре Монако. Сперва очередную возможность оформить хэт-трик упустил Бен Йодер, спас пятов. А затем на отличной позиции оказался Фолланд, но его удар заблокировал Витау. Но на 74-й минуте шахтеру таки удалось забить. Траоре получил мяч в штрафной, отпасовал на набегающего Патрика, а тот переправил мяч вышедшему во второй половине Марлосу. Бразильский украинец в Касанию переправил мяч в сетку ворот Монако 1-2 и равенство по сумме двух матчей. Правда, концовка матча была полностью за Монако. Сперва на 90-й минуте Фолланд, казалось, уже заносил мяч в ворота с нескольких метров, но его удар успел заблокировать Марлон. А уже в компенсированное время спас шахтер пятов после удара того же Фолланда с пределов штрафной. Но все же горняки смогли додержаться и перевели матч в овертайм. В овертайме у команд особых моментов не было, но горнякам таки удалось отметиться. На 114-й минуте Мудрык в подкате на своей половине поля перехватил мяч, подхватил его у Фернандо и ворвался в штрафную, где пытался отпасовать на партнера. Мяч перехватил защитник Монако Агилар, но от него круглый парашютом залетел за шиворот. Нюбеля в сетку ворот Монегасков 2-2. До конца экстра тайма в счет так и не изменился. Такой результат позволил шахтеру победить по сумме двух матчей 3-2 и пробиться в групповой этап Лиги чемпионов. Отметим, также в группе Че сыграет киевская Динамо. Своих соперников украинские клубы узнают сегодня, 26 августа. Жеребьевка в 19 часов ровно по Киеву. Напомним, в начале этого сезона УЕФА отменила правила выездного гола.